господи как мне нравится этот фон всем большой привет ребята меня зовут карина аракелян и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале сегодня я наконец-то собралась снимать для вас разговорное видео и она будет как раз таки на тему несправедливых ситуаций в жизни наподобие странных охранников консультантов продавцов и как раз таки все будет относиться к магазинной теме к работникам в этих магазинах даже на карантине когда я выходила в продуктовый магазин со мной произошла очень тупейшая ситуация естественно несправедливая которой я хочу сегодня поделиться с вами да и вообще когда уже закончится этот карантин потому что я хочу приключений на свою задницу чтобы снимать побольше разговорных видео мне надоело сидеть дома кому тоже ставь лайк потому что охота уже наконец-то выйти на улицу сходить в какой-нибудь магазинчик встретиться со своими близкими друзьями и вообще я хочу снимать побольше подвижных роликов в основном на улице поэтому блин карантин заканчивайся пожалуйста так вот я надеюсь что это видео конкретно для тебя будет интересное если ты до сих пор не подписан на мой канал то обязательно подписывайся потому что не подписавшись ты пропустишь очень много всего интересного и будешь натыкаться на мои видео еще не один раз а также нажимай на колокольчик чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать кстати как вам вот этот чудесный фон как я и сказала в начале ролика он мне очень нравится еще вот эта чудесная сверкающая звездочка на заднем плане вообще превосходная в общем ставим лайки я наконец-то поделюсь с вами порцией несправедливых историй о чудесных продавцах консультантах охранниках это был просто самый настоящий трэш усаживайтесь поудобнее и мы можем начинать поехали обычно самое интересное я оставляю на потом но эта ситуация очень трэшовая я хочу чтобы вы остались надолго и досмотрели это видео до самого конца потому что в принципе все истории не супер скучные но начну я вообще с самой самой интересной и несправедливой истории начнем с того что она произошла со мной где-то за месяц до начала карантина я очень часто со своими друзьями со своим молодым человеком и вообще любила гулять по своему любимому торговому центру в москве там очень много крутых магазинов и я постоянно там что-то себе покупала какие-то бомбочки масочки да и вообще очень часто ходила в кино господи как же я поэтому скучаю и когда ждала свою подругу для того чтобы с ней встретиться погулять опять же сходить в кино я решила зайти в пару магазинчиков выбрать себе что-нибудь какие-нибудь футболочки кофточки и очень часто просто то что мне скучно могу зайти в магазин и что-нибудь купить и это мне всегда поднимает настроение так вот на этот раз я зашла в магазин по моему на несколько уровней выше зары но он находился рядом с ней там были очень такие дизайнерские красивые вещи и они как раз таки были безумно дорогие с этим магазином я не была знакома и забыла даже как он назывался но там вещи были безумно дорогие торговый центр авиапарк то есть тысяч от десяти от пятнадцати и мне там безумно понравились шорты с пальмечками такие прям красивые вечерние их можно надевать с колготками я вообще зашла и меня встречают консультанты которые очень счастливые такие прям улыбаются так смотрят на меня а я еще в этот день так вырядилась явно не для торгового центра ходила такая вся в белой шубе в сумке капроновых колготков красивом платье явно на вечер и вообще всегда одеваюсь по настроению могу надеть вообще вечернее платье и попереться в нем куда-нибудь днем в общем захожу и в этот магазин меня встречают консультантки такие прям вау девушка здравствуйте у вас очень красивая шуба давай мне делать комплименты у нас кстати вот тут вот крутой ассортимент новиночки у нас есть вот такие вот сумочки посмотрите вот такие вот каблучки примерочные могу вам вот такой размер принести вот такой размер принести прям начали за мной бегать хвостиком девушка вы такая красивая такая привлекательная вам очень идут эти ногти да тогда у меня были длиннющие ногти офигенские. Просто, господи, как же я скучаю по ногтям. Карантин, заканчивайся, пожалуйста. Я, естественно, выбрала эти шорты и пошла в примерочную. Консультанты не могли от меня отлепиться, постоянно предлагая какие-то новые вещи, новинки. Я сказала нет, ко мне сейчас приедет подруга, пожалуйста, можно я померю шорты. Они мне очень понравились, были просто офигенские. Я, соответственно, решила их купить. Сидели они на мне просто охеренно. Я потом пошла в них на тусовку. И, кстати, эти пальмочки просто начали отваливаться, так как они были пришиты очень некачественно. И стоили эти шорты, ребят? 15 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, очень дорогие. Просто капец. Но у меня тогда было настроение просто тратить деньги направо и налево. Поэтому я их решила купить. И сейчас очень жалею, потому что надела я их от силы раза два. Ну и, в общем, приступаю к самому интересному. Самый важный факт, который вы должны запомнить. Я решила расплатиться с помощью наличных или же своей картой, которая лежала в кошельке. По-моему, наличными, да. И важный факт, который вы должны запомнить. Я очень редко расплачиваюсь либо картой, которую могу держать в руках, либо наличными. Обычно вот так вот просто приложила телефон и заплатила. Ну и, соответственно, да, я привыкла платить телефоном и забыла про этот чудесный кошелек, который благополучно оставила на этой чудеснейшей кассе. И ушла такая вот с шортами. В кошельке у меня лежала достаточно крупная сумма, моя карточка, все важные мне вещи, какие-то маленькие полароидные фотографии я обычно храню в своем кошельке. Ну и я ушла. Встретилась с подругой, попила кофе, мы посидели в Старбаксе. И только потом, спустя где-то полтора часа, я вспоминаю о том, что да, я потеряла свой кошелек. И помню, что я заходила только в несколько магазинов и побежала сразу в тот, где я купила шорты, так как была у меня единственная покупка. И это единственный магазин, где я решила все-таки достать свой кошелек и расплатиться. Ну и, ребят, самая шоковая ситуация, от которой я была ну просто в ахере, по-другому никак не сказать. Я подхожу к этому магазину, причем тороплюсь. Подхожу я, значит, и там, как и в любом магазине, вот такие панорамные стекла, через которые можно разглядеть, чем занимаются консультанты, что они вообще делают в этом магазине. Подхожу и вижу, что консультантка, которая советовала мне шорты, тупо стоит около кассы и шарится в моем кошельке. Чтобы вы понимали, да, суть происходящего. Стоит консультантка вот так вот полностью раскрыт мой кошелек, она вот так вот берет и перебирает там, смотрит, что у меня, деньги, не деньги, лежат ли у меня там какие-то фотографии. Я такая, стоп, остановилась и решила досмотреть до конца, в принципе, что она, может быть, заберет какую-то купюру себе. И я тупая вообще, не додумалась начать снимать на телефон. Я стояла вот так вот из-под угла и видела, как консультантка тупо шарится в моем кошельке. Я смотрю и думаю, чего? Просто, просто шок. В это время подруга выходит из туалета и подходит ко мне. Говорит, Карин, ты чего не идешь, не забираешь свой кошелек? Я говорю, а ты посмотри на это. Консультантка стоит одна и просто шарится в моих деньгах, чтобы вы понимали. Мое личное, мой кошелек. Я решила немедлить с этим, чуть-чуть постояла и сразу подхожу к консультантке. Она резко убирает вот так кошелек за стойку, где обычно у них касса, да, все деньги, компьютер какой-то стоял. Я стою вот так, смотрю на нее и думаю, девушка, с вами все нормально? Она такая, что? Что? Вам не подошли шорты? Вы забыли взять чек? Короче, дурой прикидывается. Я смотрю на нее и говорю, девушка, я только что видела, как вы шарились в моем кошельке. Она говорит, вы что? Что вы такое говорите? Сразу уже она вспомнила, что кошелек у меня тут лежит. Я даже вопросы не задавала. Оставляла я, не оставляла. Она уже была в курсе, что он тут. Я говорю, девушка, я видела, вызывайте, пожалуйста, там, я не знаю, менеджера вашего магазина, охране какого угодно, или я сейчас вызову полицию. Мы будем смотреть по камерам. Кстати, в этом магазине достаточно высокого класса должны были быть и камеры. То, что я ставила кошелек, то, что она его взяла. Я говорю, давайте, будем смотреть камеры. Она говорит, девушка, извините, пожалуйста, пожалуйста, извините. Начала что-то там оправдываться. Она говорит, ой, я думала, это мой кошелек, у меня просто точно такой же, из магазина Пинка. Я думаю, боже мой, вы что, пошутили, что ли? Вы шарились, как не в себя, как в своих деньгах, что ли, я не могу понять. Но было видно, что у вас такой интересный взгляд. Вы пытались еще что-то, помимо денег, найти в моем кошельке. Может, там алмаз затерялся, я не знаю. Она говорит, девушка, извините, давайте без полиции, пожалуйста. Неправда, очень неловко. Вы очень далеко ушли, когда я хотела вернуть вам этот кошелек. Простите, пожалуйста. Ну и в итоге все закончилось тем, что я пересчитала деньги, которые у меня лежали в этом кошельке. Начала уже действительно грубым тоном разговаривать с этой консультанткой, которая позволила себе шариться в моем кошельке и просто я ушла со своей подругой. Потом уже позвонив в главный отдел этого магазина, зашла на их оригинальный сайт, номер телефона, спросила, что делать в этой ситуации. Мне немедля сообщили, что эту консультантку уже уволили. Я попросила пересмотреть камеры, мне ответили через два часа и потом уже сообщили эту чудесную новость. Представляете, насколько нужно быть неадекватным человеком, чтобы позволить себе шариться в чужом кошельке на рабочем месте, никуда не отойти и просто зная, что тут камера, возможно она была новенькая, просто сидеть и разбирать вот так вот мои деньги в кошельке. Я была просто в шоке. И эта ситуация как раз таки произошла за месяц примерно до карантина. Это был просто капец. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать, просто трэш какой-то. Что вы думаете по поводу этой истории, пишите ниже в комментариях, а я приступаю к следующей. Фух, не отойду я, видимо, от первой. Да, это была самая интересная. Вторая еще такая вот. Тоже более-менее, когда я пошла в этом же торговом центре в магазин под названием Летуаль, мой родной. Вообще во всех косметических магазинах, магазинах косметики, уходовой косметики вообще без разницы, наподобие Рифгош, Летуаль, Сефора. Очень много охранников, которые любят пялиться прям вот так вот на тебя. Не дай бог ты там что-то украл, но мне попался такой охранник, ребят, просто, ну, настолько жесткий, что вы даже представить себе не можете. Я захожу в магазин, вижу охранника, который хвостиком поперся за мной. Я должна была купить себе гель для бровей, для укладки бровей, тени для бровей, тушь, по-моему, и хотела посмотреть для себя новый парфюм. Ну, естественно, ушла я оттуда, тупо купив гель для укладки бровей. Больше ничего, потому что вот этот взгляд меня очень сильно начал изначально настораживать, я пошла в другой магазин. Значит так, пялился на меня охранник, просто вот такими вот жирами, ходил за мной по пятам. Ушла я в этот ряд что-то посмотреть, он за мной вот так вот смотрит, выглянул, пялиться на меня. Я думаю, ну, может, узнал там, я не знаю, все, может быть, такой взгляд, он, ну, просто неадекватен, ребят, понимаешь, ходить там, я не знаю, незаметно встать около меня. Он просто встает и смотрит вот так вот прям на меня, типа, ты че сейчас что-то своруешь? Я думаю, боже мой, окей, отошла в другой ряд, он за мной, отошла в другой ряд, он за мной. А я на то время была, короче, с рюкзаком таким вот маленьким, мраморным, беленьким, пытаясь его найти взглядом, но не нашла. Короче, он был небольшой, но там лежало достаточно много вещей. Я давай выбирать там, я не знаю, посмотрела, какие-то духи они мне не подошли. Консультантки ко мне не подходили, им было вообще как будто бы насрать. Зато охранник бегал за мной по пятам, думал, хм, что же я такое сейчас и украду, как будто бы ждал этого. Но, ребят, даже если бы я пошла с целью что-то украсть, в скобочках, нет, я никогда не воровала и не буду, даже если бы такое произошло, и за мной бы ходил охранник. Но, естественно, я бы не стала ничего тырить, что за бред? И тут он за мной ходит, 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 ходит. Я понимаю, так, все, я беру гель для бровей, не буду выбирать никакую для себя новую тушь, хотя хотела, и пошла на кассу. Расплатилась, охранник все это время тупо ходил за мной, я, значит, когда уже подходила к кассе, и он тупо шел за мной, я поворачиваюсь, говорю, извините, а что вы так за мной ходите? Меня это немного напрягает. Я говорю это прям таким вежливым тоном, типа, даже в шуточном характере, он такой прям огромный, здоровый мужик, он говорит, я охранник, это моя работа. Я смотрю на него, думаю, боже мой, потрясающий ответ, я охранник, это моя работа. Ну, естественно, охранники должны охранять, но не бегать за покупателями по пятам и отпугивать их, чтобы они потом уходили в другой магазин, ну, согласитесь со мной. Ну, и, соответственно, я разворачиваюсь ни слова, ему не отвечаю, иду оплачивать гель для бровей. Он все это время ходил за мной, я ему потом улыбнулась, да, не грубила ему ничего, просто, ну, в шуточном характере, типа, ну, окей, хочешь посмотреть, посмотри. Выхожу я, значит, из магазина, только с одной покупкой, это гель для бровей. Ни один консультант мне не помог, потом я еще на кассе стояла, там, минут 15, потому что все кассиры были заняты, то я стояла не в той очереди, потому что там не было понятно вообще, с какой стороны вставать. То я, оказывается, встала не с той стороны, очередь была в другую сторону, и мне никто об этом не говорил, а консультанты просто пялились и ржали надо мной, поставив меня в такое неловкое положение, что ну, просто была в шоке. Охранник все это время стоял благополучно и смотрел на меня, один единственный охранник во всем огромном магазине новом Литуаль в торговом центре. Помимо меня там было еще море покупателей, которые просто, ну, могли тоже что-то стырить там, я не знаю, сделать что-то. И охранник мог уже давным-давно отойти, зная, что я на кассе, но делаю покупку. Видимо, я чем-то ему не понравилось, и он действительно думал до самого конца, что да, вот, я что-то украла. Что и, соответственно, произошло. Я покупаю гель для бровей, выхожу, ничего при выходе не пикает, внимание, не пикает. И этот охранник мне значит говорить такой при выходе. Девушка, покажите, пожалуйста, ваш рюкзак. А я говорю, охранник вот такой огромный просто, по телосложению похожий на Шрека. Огромный силач просто, и такой говорит мне, девушка, покажите. Я говорю, ну, молодой человек, вы же видели, что я ничего не украла. Зачем вам мой рюкзак? Я извиняюсь. Там у меня лежали личные вещи, которые, ну, я бы не хотела, чтобы кто-то видел. Понимаю, если бы я там как-то попикала, да? Какая-то бы, я не знаю, там сирена сработала, внимание, вор, там, я не знаю, камеры запечатлили меня, что я что-то стырила. Я говорю, там мои личные вещи. Вы без каких-либо причин хотите, чтобы я показала вам рюкзак? Потому что, ну, вы же отчетливо видели, что я ничего не тырила. Он говорит, нет, и сказал покажите. Прям грубым тоном, потому что увидела, что я начала как-то отговариваться. Ну, я такая, окей, просто открываю рюкзак, показываю. Он такой, до свидания. Знаете, вот так берет рюкзак, смотрит в него. До свидания. Я думаю, боже мой, я вообще не поняла вот такого подхода. Решила сходить в магазин за духами, за тушью. В итоге за мной бегал охранник и послал меня далеко и надолго. Я уверена, что он потом еще думал, что я какая-то вориха. Вориха, боже мой, вор, реально. Потому что его взгляд, ребят, ну, просто надо было видеть. Это, знаете, как из универа новая общага у этого олигарха. Был охранник вот такой вот фотографию прикрепила. Это просто трэш. Нет, не из новой общаги, просто старый универсериал. Мне тогда стало, ну, очень обидно, потому что, ну, я уверена, охранники они имеют право шариться в чужих вещах, только если у них есть какие-то доказательства на то, что человек что-то своровал. Или вот эти вот стенты, когда человек вышел, запикали. Но когда просто так охранник при входе все время, когда я находилась в магазине, просто пялился на меня и потом попросил показать рюкзак. Ну, не знаю, правильно это или нет, ребят. Ваше мнение можете писать ниже в комментариях. Я лично считаю, что это самый настоящий трэш, и это неправильно. Или, может быть, он так подкатить ко мне хотел. Ну и следующая история, опять же, наши любимые консультанты, помощники, которые устраиваются на работу тупо, чтобы заработать бабки, но ненавидят людей, которые находятся рядом с ними, которые спрашивают, задают им какие-то вопросы. Консультант этот просто представляет, что он дома, никого не слышит, никого не видит, значит, да. Опять же, на карантине вчера произошла эта история, после которой я и решила снять это видео. Зашла я в продуктовый магазин Перекресток вместе со своей мамой. Мама сказала, Карин, вот все, что тебе нужно для похудения, я сейчас худею, складывай себе вот в эту отдельную корзинку. Я пойду возьму нам мясо, все, что нужно, короче, маме на кухне, все, что она хочет приготовить для папы, возможно, для моей сестры, да, для семьи. Я сказала, что пока что недели три я буду сидеть на диете и куплю себе там, я не знаю, всякие зеленые продукты, все, что нужно для правильного питания. И мама попросила прихватить еще приправы, так как я пошла в отдел с кашками детскими, так как ими я сейчас и завтракаю. И напротив этого стенда стояли приправы. Мама сказала, Карин, захвати эту и эту приправу. Но этих приправ не оказалось. И как раз-таки стояла консультантка у каш. И я подхожу к ней и спрашиваю, говорю, девушка, здравствуйте, не подскажете, где вот эти вот эти приправы? А то я не вижу. Вот стенд с приправами, ни одной приправы, которую мне мама назвала, нету. Она вот так вот поворачивается на меня и говорит, что? Я сначала не поняла, думаю, в смысле что? Ну и решила повторить вопрос. Говорю, где вот это и вот эта приправа? Я не вижу, подскажите, пожалуйста. Прям, знаете, поворачивается, не здравствуйте, ничего. Что? Ну и на повторный мой вопрос она, естественно, говорит, вон там он находится. Перед этим она вот так вот на меня посмотрела снизу вверх, типа, что за чмо? Я, естественно, одета была, знаете, типа, поверх своих домашних шорт, свободные штаны, худи поверх футболки, просто чтобы выйти в магазин и потом не париться, раздеваясь, чтобы я сразу такая, оп, в домашней одежде, сняла худи, сняла штаны и сразу не переодеваясь в домашних шмотках. Я так обычно одеваюсь, чтобы прогуляться около дома во время карантина или дойти до магазина. Ну вот эта консультантка грубо говоря меня просто послала, сказала иди куда подальше, вон там приправы. Ну и я, соответственно, не накрашенная, не красивая, такая вся заспанная. Мы пошли утром в магазин. Иду, нахожу эти приправы, иду обратно для того, чтобы купить брокколи, там всякие продукты, так как ужинаю я сейчас исключительно в зеленых цветах, всякий шпинат, брокколи, суп из шпината, вот эти вот всякие правильные продуктики, зеленого цвета огурцы, яблоко. Вот я пока только так питаюсь по вечерам ужинаю. Я пошла покупать зеленые продукты. И сталкиваюсь опять с этой чудесной консультанткой, которая сама по себе была очень низкая. Видно было, что она возненавидела просто весь мир, никого терпеть не может, всех хочет уже поскорее убить. Такая девушка зовет меня, ну я думаю, ну наверное извиниться хочет, там я не знаю, что-то еще посоветовать, подсказать. Я херела от ее слов и просто поняла, что так, я должна завтра просто снять новое видео о вот этих всех историях. Значит подхожу я к этой девушке, она говорит, у нас кстати скидки на продукты быстрого приготовления, может быть вам посоветовать хороший доширак? Я думаю, ну блядь, я сначала не поняла вообще юмора, типа идет человек да, с правильным питанием, с продуктами, с брокколи. И она мне говорит, ну девушка может вам доширак посоветовать? Я не знаю, может быть она так намекнула на то, что я жирная, может быть она так намекнула на то, что я пошла за приправами и мне нужно что-то наподобие этого или возможно она намекнула на то, что я выгляжу как чмо, потому что я действительно была не накрашенная, мне было насрать грязные штаны, я просто дошла до магазина с мамой и пошла обратно, господи чисто так, на лайте. Ну и в итоге я этой продавщице отвечаю, говорю, девушка, вы что имеете ввиду? Типа, как, что? Она говорит, ну скидки у нас на доширак. Я такая а, ну понятно, спасибо, не надо и ушла. Вот вы, ребятки, тупо напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете, ну что имела ввиду эта чудесная консультантка? Почему она мне посоветовала именно доширак, именно продукты быстрого приготовления, подешевле, кстати, там скидка на доширак была, он стоил вообще рублей, по-моему, 13, я офигела, хотела взять, но я на диете. В общем, меня это все очень обидело, но я сейчас улыбаюсь, потому что не хочу вам тоже портить настроение всеми этими шоковыми ситуациями, но просто хотела, чтобы вы были в шоке. Насколько бывают охеревшие консультантки, которые, ну, тупо ненавидят клиентов, ненавидят свою работу и хотят поскорее отправиться домой, получив зарплату. Поделившись этими историями, я просто хотела донести до вас то, чтобы вы все были аккуратными, и если какая-то история происходит, обязательно делитесь ею со мной в моем инстаграме, если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Я читаю ваши истории и обязательно расскажу во второй части, если на этом ролике наберется 70 тысяч лайков, ваши истории, которые вы мне напишите. Обязательно переходите, ник моего инстаграма вы видите сейчас на своих экранах, подписывайтесь, делитесь историями, а я буду рассказывать их в своих новых видео. Если ты до сих пор не подписан на мой канал, приятно познакомиться. Меня зовут Карина Аракелян, я тебя люблю, крепко обнимаю, добро пожаловать, вступай в нашу шуру, вот тьфу, вступай в нашу семью аракелянчиков, и я надеюсь, что вы тоже сейчас сидите в шоке от тех историй, которыми я с вами поделилась. Тупой охранник, странная продавщица и, соответственно, помощница в магазине нормальненького такого класса, которая решила тупо, если бы я вовремя не пришла, наверное, стырить все мои деньги, и вообще мне потом сказать, что, ой, нет, извините, я вашего кошелька не видела. В общем, истории трешовые, я надеюсь, что это видео вам понравилось. С вами была Карина Аракелян, следите за мной в социальных сетях, безумно люблю и крепко обнимаю каждого из вас. Пишите, как вам этот фон, мне кажется, он безумно атмосферный. Я вас люблю, мои дорогие, ваше мнение вы всегда можете написать ниже в комментариях, мне интересно услышать, какая история вам понравилась больше всего, и всем пока-пока. Я с вами прощаюсь, до скорых встреч. Ваша Карина.